Пожилой мужчина из Коркина впервые получит пенсию, за которую боролся 18 лет. До этого беженцу из Узбекистана приходилось жить на помощь неравнодушных. Это паспорт узбекистанский. Я получил ее в 95-м году. Он родился в Башкирии, уехал в Узбекистан и долго там работал. Семья перебралась в Россию в 90-е, в соседней стране. Амир даже получал пенсию. Вернулся в Коркино в 2002-м, но оформить документы на гражданство так и не смог. Меня по кругу гоняли раз на три. То вот это неправильно, то это неправильно. Сделал копию. Ну, зашли на пенсионные. Сделал, тоже было. Мне она говорит, только-то уже давно шли. Позже 31-й телеканал вместе с пенсионером обратился к уполномоченному по правам человека Юлии Сударенко. Омбудсмен отправила запросы по инстанциям. У него, понимаете, в паспорте стоит то, что он выехал с Узбекистана, а то, что он в Россию заехал, у него этого нет. У него прибытие. Значит, ставите дату, в которой у него получается убыл с Узбекистана. Постановка на миграционный учеб. Потом обращаются в 5-й КБ и дают документы на РВП. Так понимаешь. И вот при содействии начальника регионального управления по вопросам миграции 82-летний пенсионер все же добился выдачи вида на жительство и уже обратился в пенсионный фонд за назначением пенсии. Продолжение следует...